Всем привет! С вами снова Славный Дружебломов. Готовьтесь к обзору на рестик Гинза Проджектовский, который называется Ларису Ванну Хочу. Очень странное название, но так он реально и называется. Ларису Ванну Хочу. О, это на самом деле из одного старого фильма, не обращайте внимания. Короче, сегодня мы заказываем из Гинза Проджекта... Из Гинза Проджекта, ё-моё. В чём их минус? У них всегда всё вкусно, у них всегда всё нормально, у них всегда хорошая комплектация, у них всегда очень вкусно готовят повара, но, блин, у них всегда маленькие порции. Что мы будем делать? Это мы будем прикапываться ко всем громовкам, потому что у ресторана Ларису Ванну Хочу, в Деливери Клабе громовки указаны. Ну и на самом деле у Гинза Проджектовских рестиков, конечно, цены такие нормальные, скажем так, какая-нибудь вот такая вот небольшая рыбочка в фольге, вот такого вот размера, вполне может стоить 600-700 рублей, хотя там просто какая-то небольшая платва непонятная, и пара помидорчиков, это будет обалденно вкусно, это будет весить там 200 грамм, это будет стоить 650 рублей, вот у них всегда так. Поэтому придётся закупиться на достаточно такую крупную сумму, поэтому нам обязательно нужен спонсор. Обычно спонсор, конечно, он Деливери Клаб, но сегодняшний выпуск проспонсировал Иван Фёдоров. Вот по этой ссылке вы можете подписаться на его канал, канал Ивана Фёдорова. Чем он занимается? Он тоже готовит еду и тоже делает обзоры на разные доставки. Но он делает обзоры на американские доставки. Кому интересно, что и за какое бабло привозят по Америке, и что там вообще можно заказать, тролло жерноту или диетические блюда, проходите вот по этой ссылке. Это обзоры на американские доставки еды. Ну плюс чувак обалденно готовит. Итак, сделали мы заказик через Деливери Клаб. Ладно, я всё-таки дам ссылку на Деливери Клаб, потому что они всё-таки генеральный отлодный спонсор. Вот ссылка на приложение Деливери Клаб находится в описании. Команда всегда там находится. Вот, сделали мы заказик, перезвонили нам примерно через 5 минут, и чуваки сказали очень много чего. Вы знаете, Гинза Проджект, они настолько запариваются над своим качеством, что они спрашивают даже степень прожарки макарон в пасте. Типа аль денте тебе, то есть твёрдые тебе нужны макароны, или совсем сваренные. Но макароны я люблю совсем сваренные, я люблю, чтобы макароны были мягкие, чтобы их было приятно прожёвывать. И само собой мы заказали стейк. Стейк Рибай в Ларисе Ванне стоит 1600 рублей. 1600 рублей. И я очень надеюсь, что они вот как спросили про степень прожарки, какую ты назвал? Медиум Рэйр? Я надеюсь, что они привезут вот именно Медиум Рэйр. Потому что в 9 из 10 мест, откуда ты заказываешь стейк, всегда привозят подошву. Вот такие вот дела. Ладненько, они сказали, что доставят за полтора часа. Возлагаем надежды на Ларису Ванну. На самом деле, я более чем уверен, что будет нормально, потому что это Гинза Проджект. Но если они накосячат с громовками, я буду очень зол, потому что заказ у нас на 6000 с хреном рублей. Вот так вот, это вам не жопки морковные откусывать. Ждём. Что можно сказать? Лариса Ванна справилась за час 17 минут. Общая сумма заказа 6 160 рублей. Вот мы тут выписали громовочки. Да, термосумка у них была, но когда они это из термосумки вынимают, у них уже как бы пакетов никаких нет. То есть они как бы уже забирают прямо руками вот такие вот контейнеры. А второе, всё горячее. Давайте распаковывать. Начнём вот с таких вот коробочек, потому что, как правило, в таких коробочках находятся всякого рода хачапури по-аджарски. Это, друзья мои, хачапури по-гурийски. 390 рублей за 390 грамм. Ааа, я использую свой чудо-тормощуп. Внутри хачапури у нас достаточно высокая температура. Ну, короче, они всё привезли горячим. Я не знаю, есть смысл какой-нибудь взвешивать. С учётом коробки 420 грамм. Да, это примерно такое же хачапури по-аджарски, только это по-гурийски, которое приезжает из гинзопрожектовских ресторанов. Тёплое, увесистое, аккуратненькое. Посмотрим, что там внутри. Там должно быть варёное яйцо. Оторежем кусочек, и что же мы видим внутри? А внутри мы видим вот такое вот варёное яйцо и сыр. Вот так вот. Штука тёплая, очень мягкая. Попробуем. Превосходно выпечено, превосходно сделано нежное варёное яйцо. Оно не должно быть сырым. Это не хачапури по-аджарски. Тесто выпечено великолепно. Горячее. Мягкое вот такое вот хачапури с очень нежным-нежным сыром каким-то. Или смесью сыров. Которая не перебивает вкус яйца. То есть, тут ты кушаешь, оно прекрасно растворяется во рту. То есть, тесто, тесто мягчайшее. И нежное-нежное яичное послевкусие. Звучит не очень, но так оно и есть. Ну, может, я голодный, но это 9 из 10. И выпечено превосходно. И тёплое. Реально, даже можно сказать, горячее. И сыр вкусный. И яйцо в тему. Другое дело, друзья мои, что это гинза. А это значит, что 390-граммовый пирожок из теста с варёным яичком будет стоить вам 390 рублей. Такая вот у нас Лариса Ванна. Вкусно без опросов. Реально, не могу ни к чему прикопаться. Просто хочется откусить ещё раз. Очень мягкое тесто. Тёплое, нежное, пышное. Погнали дальше. Есть у нас вот ещё одна коробочка, на которой написано Ларису Ванну хочу. Но в этой коробочке лежит что-то, что мы, честно говоря, не заказывали. То есть, вот эту вот штуку я не заказывал. У нас такого в заказе совершенно точно нет. Видимо, это какой-то комплимент от шефа или кива того. А, это просто лепёшка и что же это такое? Какой-то практически безвкусный нежный сливочный соус. Ну. Это лепёшка с картофельной начинкой. Тёплая лепёшка с картофельной начинкой. С соусом. Я буду её отрывать руками. С соусом полу... Таким сливочным, полусметанным. Такая вот штуковина. Очень вкусно, но... Я не знаю, что это, потому что в заказе у нас этого нет. Просто типа вкусного картофельного хачапури. Мы за него не платили, поэтому и прикапываться я особо не буду. Вкусная, большая лепёшка с картошкой. Вот такая вот тёплая, мягкая, нежная. Отнутри пюреха. Ладно? Ещё нам прислали вот такой вот морсик. Его мы заказывали. Собственно, я не знаю даже, как его измерить. С щупом... А, нет. Вроде как можно щуп сложить. Щуп сложить и зажать. Но не очень ледяной морс. Типа 18 градусов или около того. То есть особо похвастаться нечем. Сёмга в фольге. Чуваки. Она должна весить 230 грамм. Вот это, про что я говорил. Она стоит 650 рублей. 236 грамм. Блин, почти один в один. Хотя это даже, наверное, не до веса, что что там, коробки. И вот эта вот штучка стоит 650 рублей. А, ну, про что я и говорил. 650 рублей. Что касается температуры, не знаю, чем вас удивить. Тёплое, всё горячее, внутри всё зашибись. Теперь я измеряю щупом. Я молодец. Реально очень горячее блюдо, как если бы подали его прямо в ресторане. Соус, не знаю, что это за соус. Терияки или ещё что-нибудь. Собственно, это небольшой кусочек типа стейка. Сливовое варенье какое-то. не знаю, насколько это к рыбе заходит, но может быть. Вот такой кусочек. При этом сочно, да, в фольге запечено. Влажная рыба, то есть она, ну, как сказать, она не пересушена. Попробуем. В чём проблема всех гинзовских ресторанов. Очень вкусно, ну, сука, насколько же дорого. Вкусно это. Запечено типа как в печке. Лучок, поджаренные кусочки перца. Прямо разваливающаяся рыбка. сочная, внутри влажная. С лучком, с перчиком, со всеми делами. Но это стоит 650 р. Это порция размером, это даже не стейк размером с ладошку. Посмотрите. Вкусно. Я не спорю. Это зашибись. Но, ну, честно, ну, не совсем 650 р. Может 280, 320, 360 края крайние, потому что кусочек реально очень маленький. Ну, не 650, чуваки. Я не знаю, как вы, просто я понимаю, что это везли нам из ресторана. Это, это ресторанное блюдо. Оно действительно вкусное. Действительно запеченное. Как будто в деревне из печи только что вынутая. Но, но, вот за эти 650 р. ты вообще никак не наешься. Это, это я не знаю, закусь под 4 рюмки водки. Дай бог. Либо под полстакана вина. Вот такая вот она гинза. Погнали дальше. Я сейчас завангую. Я думаю, что нам придраться будет не к чему, кроме громолок за свое бабло, скажем так. А я тут очень, в этом плане, знаете, я очень слабый критикан, потому что, как только мне приводит вкусно, я такой, ну, ладно, это стоит 1000 рублей. Ну, ладно. Типа того. Я не знаю, какой-нибудь другой чувак, другой блогер там, не знаю, душу бы выел ресторану за 650 рублей. Вот, например, спагетти с морепродуктами. 350 грамм, 680 рублей. 400, что-то там, 495 грамм, короче, все дела. Вот они, спагетти. Чуваки, это макароны. И оно горячее, блин. И оно горячее, и оно красивое, и оно к соусам, и оно со всеми делами. За 50 градусов, то есть оно все привезено отлично. И креветки там какие-то видны. И я это вывалю. Ну, это долбаные макароны за 680 рублей. Понимаете? И две мидии, они, ну, блин. Нет, то есть, знаете, что-то тут есть, какие-то вот там, пара креветочек, какие-то, осьминожка какой-то. Ну, попробуем, конечно. Паста в томатном соусе с базиликом, черри. Я понимаю, что ресторан, это ресторан. Я понимаю, что в ресторане куча трат, начиная от аренды помещения, заканчивая поварами, там, развозчиками, опять же, какой-то еды, официантами, там, кухня, все эти продукты, они лежат, их нужно закупать новые, чтобы они не стухли, тыры-пыры. Но я буду очень благодарен, если кто-нибудь мне объяснит, почему две мидии, пара задниц кальмара, точнее, маленькие осьминожки, вот такие вот, вот такие вот парочка маленьких сквидводов и пара горстей. Это макароны, это просто макароны. Хорошие, вкусные, дорогие, может, это барилла какая-нибудь, то есть взяли, вкусные макароны. Но в какой конкретный момент это стало стоить 680 рублей, я не понял. Вкусно без вопросов, ресторанно без вопросов. Но это целое искусство, продать две горсти макарон и две мидии размером с пальчик. Смотрите, вот эти ракушки, они как бы открываются, вы посмотрите, что это. Собственно, вот, 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 вот это вот, вот это вот. Вкусненько, конечно. Ну, где здесь рядом витая 680 рублей, я не совсем понял. И вот, вот в этом, как всегда, проблема, понимаете? То есть, все, кто смотрит славный обзор, они все ждут бомбления, типа, у дружи пригорело, смотрите. Ну, вкусно, ну, хорошо, ну, креветочка, ну, осьминожек. Не знаю, 350-400 рублей, я бы за это отдал, наверное, в ресторане, без проблем. Но не 680. Шашлык из свинины. 180, 110, 30. То есть, это, судя по всему, 180 это мясо, 110 это овощи, 30 это, предположим, лаваш. 490 рублей. 490 рублей. 229 грамм. Теплое, все без опросов. 43 градуса. Куски шашлыка, лавашек, все дела. 500 р. Я возьму вилочку, давайте я вам покажу. Видно, что сделано на углях, то есть, запах дымка, все есть, все зашибись, вот оно, прямо видно, как его сняли с шампура. Попробуем. Хашлык из свинины, наверняка это свиная шея. Великолепный, мягкий, шашлык из свиной шейки, с запахом угля. Один из самых вкусных шашлыков, который я когда-либо пробовал, я пробовал зимой, когда мы с родителями, у нас была дача в Комарово, и мы там ездили на залив, в Комарово, и там был типа ресторан такого, вот, и мы туда заходили, кушали там шашлык пару раз, вот, это было, не знаю, это были шашлыки самые вкусные в моей жизни, то есть, когда ты по заливу нагулялся, если кто не в курсе, я живу в Санкт-Петербурге, умерзает, вот, и народ устраивает на заливе, типа, типа просто гуляний, то есть, из серии идет вглубь залива, по льду идет тропинка, типа большой дороги, такой протоптанной людьми, и кто насколько далеко хочет, тот настолько и заходит, кто-то заходит на километр, кто-то на два, кто-то на пять, вот, и нагулявшись, просто адски нагулявший аппетит, ты можешь, если бабло есть, заказать где-нибудь шашлычок. Есть просто придорожные, я не знаю, как там сейчас, раньше там были просто и рестораны, и просто придорожные такие темы из серии, прямо около дороги, там стоит пара столиков и делают шашлык, это был самый вкусный шашлык в моей жизни. Это я к тому, что вот это что-то похожее, то есть, мягко, нежно, с корочкой, офигенно, но при этом, 490 рублей. Это минимум в полтора раза дороже, чем вообще стандартная какая-нибудь другая доставка шашлыков, там типа шашлычного дворика или типа того. Ну, зашибись, конечно, если бабло есть, погнали дальше. Стейк-рибай. Стейки, это всегда камень преткновения, впрочем, он еще теплый. 250 грамм, 1600 рублей. Да, где-то так, скажем так, огромного перевеса с этой железной коробкой я не вижу. Скорее всего, он весит где-то 250 с хреном грамм. На вид классический рибай. Температура не очень высока, но он теплый, то есть, это абсолютно нормальный стейк, его можно есть 1600 рублей, чуваки. Вот такой вот красавчик. Отрежем кусочек. Да, это рибай. Он, конечно, дошел чуть больше, чем нужно, пока его к нам везли, но он еще розовый внутри. Потестим. Соль, перец, немножко розмарина, великолепный, нежный рибай. Давайте попробуем найти к нему какой-нибудь соус. Во втором пакете мы нашли какой-то соус. Чесночный барбекю соус. Не знаю, даже к этому он или нет, но он вкусный. Стейк рибай, конечно, достаточно жирный, то есть, вот, у него вот тут сбоку, видите, как бы, то есть, я бы даже сказал, что вот по чесноку есть стейки, ну, рибай, это очень дорогой стейк, но есть стейки, которые, скажем так, слишком жирные. то есть, вот этот вот стейк, он, он невероятно нежный, он просто разваливается во рту мгновенно. Вы знаете, если бы у меня не было зубов, я бы все равно его мог прожевать. Но это великолепный вкус говядины. Ну, сейчас комментарий чисто от меня, он слишком жирный. То есть, короче, мраморная говядина это такая штука, когда, чем она отличается от обычной говядины. То есть, это как обычная говядина, но с большим количеством жировых прожилок. Не, не как в свинине, типа, шмат жира, шмат мяса. Не типа того. А типа, в самом мясе идут жировые прослойки. Но в таких стейках их даже слишком много. То есть, это, этот стейк невероятно сочный. Посмотрите на это. То есть, его просто, он просто, его можно разрывать вот так просто. Его можно есть без зубов. Его практически не нужно жевать. Но, как я и ванговал. Очень вкусно, но чудовищно дорого. Это кусочек мяса, который весит 200 грамм, 250 грамм. И стоит 1620 рублей. Такие дела. Лариса Ивановна, конечно, вкусная, но по карману бьет. Продолжаем наше изыскание. Не знаю, что в этой маленькой штучке я не... Салат? Треска? Что написано, я не знаю. Я не знаю, что это. Треска? Я вижу, что это треска в панировке, но, опять же, такого мы не заказывали. Серьезно, мы такого не заказывали. Может, конечно, это салат с треской, который весит 260 грамм за 420 рублей, но что-то мне подсказывает, что нет. На салат-то не очень похоже. Попробуем. Треска в панировке. Внутри сочная. Снаружи хрустящая панировочка. Картофель. Просто обычный картофель. Ни розмарина, ни тимьяна. Что это такое, я не знаю. Почему это сюда положили, я не знаю. На вкусная закусочка из рыбки в панировке, жареной во фритюре. С горячим все. Респект им, что доставляют отдельно горячие и холодные. То есть, у них была термосумка, из которой они отдают те горячие блюда. Все остальное шло просто в пакетиках. Например, это карпаччо с лососем. Карпаччо с лососем за 100 грамм лосося, за 100 грамм лосося, извиняюсь, 115, 540 рублей. Я не знаю, сложно с коробкой понять. Наверняка тут есть, конечно, 100 грамм рыбки. Вот. Навален салат. Но, не знаю, что это за соус. 540 рублей. Полусоевый. Полутерияки. Слегка пряный соус. Ну, давайте посмотрим. Вот такие вот нарезанные кусочки рыбы. Обмакиваем чуть-чуть. Свежий лосось. Прохладненький. Тонко нарезан. Подан даже для доставки. Очень хорошо. То есть, смотрите, как его разложили. Прям берешь, как вилочкой. Оба. Соус в тему. Нет. Вот закусь великолепная. То есть, тут немножко трав, немножко вкус базилика, прохладная рыбка. Сочетается все великолепно к каким-то алкогольным напиткам. К водке, например. Великолепно. То есть, как закусь идеальная. Ну, сколько ее тут? 540 рэ, чуваки. 540 рублей. Ну, вот опять же, ни по вкусу, ни по подаче. Ну, по подаче уже могу прикопаться, потому что я все изуродовал, конечно. Прикопаться очень тяжело. А вот по баблу реально вкусняшка. Вот этот соус, который они приложили, просто офигенный. Я не знаю, это как загущенная соевая терияки или что-то типа того. К рыбе просто божественно. Но 540 рублей, чуваки. Овощной салат на углях. Нас на себе спросили, вы хотите, чтобы он был теплым или холодным? Я попросил холодный. Мне кажется, что овощи лучше прохладненькими заходят. Овощной салат на углях должен весить 200 грамм. Обалдеть. Правда, это с учетом коробки. И стоит он 300 рублей. Чуваки, это овощи, которые стоят, комок овощей, которые стоят 300 рублей. Вот, что это из себя представляет. Помидоры, баклажаны, перцы. Все сделано на углях. Ой, блин. Зряду-то кинзы нафигачили. Я кинзу не люблю. Но ничего необычного. То есть, я не знаю, как бы, как закусочка прикольная, но это просто обычные овощи. Слегка с запахом дымка. С солью, с перцем, со всеми делами, но получается что-то типа такого гулеша или около того, и явно не за 300 рублей. Ну, потому что это вот такой комок овощей. Если речь идет о мясе, о стейках рибай, о лососе, там можно еще как-то по баблу прожаться или типа того. А овощи за 300 рэ, этого я понять не могу, потому что это тянет, дай бог, на какой-нибудь гарнир. И 300 рублей за гарнир, за 200 грамм, с учетом пластиковой коробки, это многовато. При этом вкусненько, прокладненько, холодненько. Порезано все. Не прикопаться. Так, сразу. Я так понимаю, что это салат. Я так понимаю, что это салат с лососем. А, я извиняюсь, салат с треской. Салат с треской. А, я думаю, я понял. Я думаю, что вот это вот, вот эти вот панировочные кусочки, это и есть салат с треской наш. То есть сюда ее нужно добавлять. Я думал, что это привезли. Наверное, это так. Какой-то соус, странно выглядящий, вот так вот. Медово-горчичный соус, из французской горчицы, с семками. Ну, к рыбке медовый соус 420 рублей. Картофель, трава, все аккуратно порезано. Соус, все свежее. Не видно, чтобы это стояло когда-то, то есть реально не жухлое. Салат свежий. Ну, нет, за это я бы 420 рублей не отдал. Поймите правильно, тут все вкусное, то есть прикопаться невозможно, все вкусненькое, то есть ешь и хочется съесть еще. Другое дело, что если бы я пришел в ресторан, Ларису Ванну хочу, я бы за 420 рублей вот такое не купил. Я бы за 1600, может, рыбай купил, ну, потому что это кусок мраморного мяса, очень вкусного. Шашлык, может, за пятихатку купил, потому что это очень-очень вкусный шашлык. Ну, вот такое за 420, нет, спасибо. Потому что, ну, как бы, куски трески в панировке и куча травы не совсем то, что я считаю за очень вкусное блюдо. Хотя соус, медово-горчичный соус, он тащит. Тут не прикопаешься. Погнали дальше, что там у нас осталось? Осталось у нас 2 блюда. Как ни странно, наверное, это кажется немножко нелогичным, но в ресторане Ларису Ванну хочу есть и роллы. То есть там есть японская кухня, там есть суши, сашими. Ну, например, вот это вот ролл, что же, Филадельфия с крабом. И этот ролл стоит 560 рублей. Не буду его взвешивать, потому что дофига фигни другой. Ну, скажем так, это среднего размера не очень аккуратно свернутый ролл, но у которого сверху действительно есть краб. Вопрос остается только, я извиняюсь, к цене. 560 рублей? 560 рублей, чуваки, это цена, к тому же, можно заказывать из Моримана. А в Моримане все выглядит совсем по-другому. Соевый соус, авокадо, свежая Хладельфия, кусок клешни краба сверху. Это реальный краб. Ну да, несмотря на внешний вид, очень неплохо. То есть, по вкусу очень хорошо, по внешнему виду, ну так. Ну, не знаю. Вот так вот это выглядит. Свернуто, откровенно говоря, не фантастически, но все супер свежее. Вот тащит только за счет свежести. То есть, видно, что прохладненький, отличный краб. Филадельфия такая, какая она должна быть. То есть, не лежалая, ничего. Нажоревский соевый соус. Ну вот, опять же, это не доставка. Понимаете? То есть, прийти в ресторан и в хорошем помещении, с хорошим обслуживанием, может быть, и можно за это отдать 560 рублей. Учитывая, что тут настоящий краб на этих роллах, а не крабовые палки. Понимаете? То есть, вкусно, без вопросов. Но для доставки 560 рублей, я не знаю, за пару таких роллов я из вкусных сушей я весь стол накрою. Из нефских сушей, суши уайт. Я реально накрою стол. И люди офигеют от того, сколько здесь будет жратвы. А в Ларисе Ванне за 560 рублей вы получите один вот такой ролл. Хоть и очень свежий, но вы посмотрите, как он свернут. Но при этом очень вкусный останавливаться не хочется. Мягкий рис, свежий краб, Филадельфия, сочетание обалденное. И остался у нас Наполеон. 160 грамм он должен весить. Весит побольше, даже сильно побольше. Здоровенный кусок. Вот такой вот Наполеон. Ох ты ж, ешки-матрешки. Он с клубней. Это, походу, это, походу, не покупной Наполеон. Я что-то первый раз в жизни такое вижу. Смотрите, он просто сам разваливается, из него течет крем. Обалдеть. Я, короче, первый раз в жизни получаю Наполеон, который не покупной из магаза, знаете, даже вкусный, но он из толстых таких коржей. Вот здесь, ну просто, вы посмотрите, он просто, он просто сам разваливается. Он настолько пышный, что просто нереал. Это лучший Наполеон, который я когда-либо получал. Это лучший Наполеончик, что я вообще когда-либо ел. Это тонкие, тонкие, обалденно пышные коржи и нежный, нежный масляный крем. Это просто обалдеть. Он, конечно, может выглядеть не так красиво, то есть, видите, он весь разваливается, но он реально, он реально такой воздушный, какой он должен быть. Ну и, наверное, вы уже поняли, сколько он стоит. 350 рублей. В магазине за эти бабки можно торт купить. Но он, конечно, нереально вкусный. То есть, прям вообще хендмейд. Самый вкусный Наполеон, который я за всю свою жизнь пробовал. Вот этот вот. Из Ларисы Ванны. С клубниченками внутри. Невероятная фигурка. 350 рублей за кусочек пирожного. Вердикт по Ларису Ванну хочу такой. Это стандартный Гинза Проджект. Очень вкусный, но и такой же дорогой, как и вкусный. Ни одного блюда, которое нам сегодня привезли, я не могу назвать недостойным. Наполеон невероятно вкусный. Даже ролл с крабом, не стоя на то, что свернул так себе, он со свежим крабом. Шашлык сочный. С той кребай той прожарки, которую мы просили. Спагетти, паста с морепродуктами, с мидиями, с креветочками, со всеми делами. Ларису Ванну хочу. Я бы назвал это... Я не знаю, какой у них интерьер, я там ни разу не был. Скажу так. Это одно из тех мест, куда совершенно точно можно ходить, если у вас есть бабки. Если у вас с девушкой годовщина или еще что-нибудь, и у вас есть пять тысяч рублей, берите эти пять тысяч рублей, идите в Ларису Ванну хочу, очень вкусно кормят. Ну вот вообще не обламывает. Но заказывать оттуда с доставкой, ну фиг знает. Вы не получаете ресторана, вы не получаете сервиса, вы не получаете обслуживание, вы получаете вот столько салфеток, ложек, вилок, то есть ничего, никакой комплектации нет. Но при этом вы получаете ту же вкуснющую еду, которую вы получите в ресторане. Настолько ли она вкусна, насколько дорога, я скажу так. Некоторые штуки, да. То есть некоторые блюда, ты такой, я отдаю за это 600 рублей. Я отдаю за это 600 рублей. А некоторые типа тех же макарон, ну то есть это макарон, это паста. Ну да, там эти осьминожки, да, там томатный соус с базиликом, который везде все время в любые там пиццы кладется в любые пасты. Ну не за 600 с хреном рублей, или сколько там, 580? Не помню. Паста. Спагетти с морепродуктами 680 рублей, понимаете? 700 ре за порцию макарон, ну меня нафиг, серьезно. То есть без, без, это у меня там спонсора, если у тебя спонсоров нет, нафиг те макароны за 700 рублей. С другой стороны, место чудовищно вкусное. Все, что привезли, вкусно оттуда. По-моему, это вообще первое такое место. Если не смотреть вот на эти ценники, то есть вообще не обращать внимания на то, что тут написано, вот в этой графе, и если ты состоятельный пацан, и для тебя бабки не вопрос, Ларису Ванну хочу один из крайне-крайне уверенных ресторанов, которые можно назвать рестораном. Если они говорят, что это стейк, это стейк из мраморной говядины, который тает во рту. Если они говорят, что это карпаччо из лосося, значит это плоско все будет сделано с базиличным соусом, с травами, со всеми делами. Если это Наполеон, это лучший Наполеон, который я вообще в жизни пробовал. Он и хрустящий, и пышный, и с кремом. Я не знаю, как они это сделали. Но этот заказ вышел нам в 6 160 рублей, по-моему. Это большая куча бабла. Поэтому вердикт следующий. Для отмечания каких-то мероприятий, для людей, у которых есть деньги, для людей, которые хотят очень вкусно поесть, и им не так важно, сколько это будет стоить, Ларису ванну хочу, я им респектую. Серьезно. Я не знаю, какое у них ценообразование. Я не знаю. Я им респектую. Место хорошее. Но заказывать у них с доставкой я себе не буду никогда. Потому что я пока что столько бабла не нахабатил. Если я буду миллионером, может, я каждый вечер буду привезти мне шашлычка и карпатчу с лососем. Но пока нет. Даже несмотря на то, что я неплохо бабла поднимаю на спонсор, на рецепты снимаю. Даже не успеваю снимать, люди хотят рекламу давать. Но себе заказывать с доставкой каждый вечер на 2000 рублей это... О! Такие дела. С вами был Славан и дружио обломов. Кушьте много, кушьте вкусно. Напоминаю, что кто хочет посмотреть обзоры доставок по Америке, проходим вот по этой ссылке и подписываемся на канал Ивана Федорова. Еще раз, этот мужик не только готовит, он покажет вам, что привозят в Америке из доставок и сколько это стоит и что там вообще можно заказать. Канал невероятно интересный, чувак реально старается и интересно рассказывает. Самое главное, что большинство из моих зрителей в Америке никогда не были и скорее всего никогда не побывают. Туда билет стоит 100 тысяч рублей. А посмотреть, что там делают люди, что почем и как там кормят очень интересно. Проходим вот по этой ссылке. Ну а в описании, как всегда, ссылка на моего генерального Delivery Club, приложение, через которое вы можете заказать еду, не поднимая задницу с дивана. Большое спасибо всем, кто ставит моим выпуском палец вверх. Я это ценю. Всем пока. Постскриптум. Это походу первое место, из которого мы все доедим. Шашлык доедим. Вот эту рыбку из печи доедим. Я не знаю, пасту может разогреем, да доедим. Стейк доедим. Даже вот этот ролл с крабом реально, как бы, вот реально это первое такое место, потому что обычно пока снимаем обзор, половина остывает и оно, знаете, уже так там, типа, карбонара остыла, стало там замороженным кирпичом и я такой, типа, да все нафиг, выбрасывайте это. А здесь все хочется дожрать. Умеют делать блингинзы, конечно. Умеют. Всем пока. Пальцы вверх, пальцы вверх. А, еще надо сказать, что, обычно, как эти обзорщики, говорят, типа, там в середине ролика, напишите мне, что вы думаете. Да мне все равно, что вы думаете. Главное, палец вверх поставьте. Следующий обзор, надеюсь, будет с пипячником. Как это, пальцы вверх за пипячника, пальцы вверх за стейки, за лобстеров, я не знаю. А, вот что важно, оставляйте ссылки на рестораны, на которые хотите увидеть обзор, по Питеру, само собой, в описании под роликом. Я все комментарии читаю. Ну, кроме тех, которые успевают выпиливать модераторы за мат и за всякое хамство. Всем пока.